Дамы и господа, приветствую вас. Прежде чем мы приступим к основной части, хочу напомнить о существовании своего телеграм-канала, где мы периодически разыгрываем монеты Apex и ценные призы. Ссылочка будет в описании к видео. В данном видео мы обсудим баг с мышкой Vantage, вдогонку к уже сделанному основному видео. Ссылочка в подсказочке сверху. Все мы уже знаем, что сделать прыжок довольно-таки просто и нужно зажать на некоторое время ушку, будь мышка в кармане или на воле. Однако есть вариант скипнуть ожидания запуска прыжка. Для этого необходимо, чтобы у вас щит был неполным и в кармане была любая из банок, маленькая или большая, не важно. И далее мы рассмотрим несколько вариантов. Про первый вариант уже рассказали многие блогеры, но есть еще и другие. Теперь по порядку. Чтобы прыгнуть, вам нужно уже иметь в воздухе мышку, после чего вы нажимаете активацию использования маленького или большого щита и зажимаете кушку. И прыжок выполняется без паузы и его активации. Где-то видел у блогеров, что вам нужно зажимать кнопку вперед в этот момент, но это не так. Направление движения понадобится в другом варианте. Второй вариант скипать анимацию имеет немного другую предустановочную механику. Вам нужно установить мышку под себя, чтобы она оказалась на земле. После чего вам необходимо зажать сначала кнопку вперед, потом активации банки щита и зажать кушку. Это позволит вам неплохо так застрейфиться и быть максимально непредсказуемым. Ну и на уровне мышки вам нужно куда-то повернуть камеру для того, чтобы ваше движение продолжилось нелинейно. Третий вариант позволит вам довольно неплохо так выходить из боевых действий, когда на вас фокусится несколько складов и дедслайд вас руинит. Тут также все просто. Предварительно ставите мышку под ноги так, чтобы при стрельбе по противнику мышка была в зоне видимости. После того, как отстрелялись, прожимаете щит и сразу же зажимаете направление движения вбок и кушку одновременно. Вуаля, вы в сэве. Теперь про самое интересное. Вы можете все эти действия также выполнять с мышкой из кармана. Да-да, именно из кармана. И это еще неплохо так экономит время. С низким ттк в этой игре это просто бесценно. Итак, по порядку. Первое. Вы можете сделать вашему противнику сюрприз и просто слиться с линии огня. Для этого жнем использование любого щита и сразу же за ним одновременно нажимаем направление движения и кушку. После чего просто сливаемся с линии огня куда-то, например, вбок. Второй вариант. Прыжок вперед с мышкой из кармана получается довольно коротким и потому рекомендую его использовать с последующим изменением направления в сторону. Получается очень круто и неожиданно. Такой мув полезен, если вы хотите резко куда-то за какое-то препятствие спрятаться или же наоборот взлететь куда-нибудь в сторону с линии огня так, чтобы у вас еще и по вертикали было сложнее дабы встать. И, конечно же, все эти мувы можно использовать в качестве убегания от врагов или сокращения времени на передвижение по вертикальной оси. Ну что ж, с вас подписочка, лайк, пишите комментарии, обсудим. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok